Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали к известному садоводу Раю Мельниковой, чтобы поговорить про розы. Наконец-таки настало у нас 2 мая сегодня и многие коллекционеры роз еще не вскрыли свои зимующие цветники, поэтому мы приехали посмотреть на эту торжественную процедуру. Здравствуйте, Рая. Здравствуйте, очень приятно. Да, я надеюсь, что сегодня вы нам расскажете все, ну если не все, то многое, что вы знаете о розах. Я так понимаю, что вы очень давно этим занимаетесь. Я занимаюсь совершенно недавно, 9 лет. Это очень небольшой срок для розовода, для розоводческих посадок, но первые розы, которые я посадила, они живы и радуют у нас и сейчас. Ну и все эти года, конечно, я добавляла розы. Иногда по 100 сортов, иногда по 150. Иногда самых изысканных было полсотни. Но каждый раз, каждый год это добавки. Ну вот примерно можете сказать, хотя бы ориентировочно, сколько у вас сортов сейчас? Сортов. Одно время я вела по розыбуку, по сайту розыбук, потому что это там было удобно делать. Но потом как-то я от этого отошла. И точное количество сортов я, конечно, сказать не могу. Ну это около 700 на данный момент. Но были моменты, когда это было и 1000 сортов. Но сейчас мы много ведем переделок сада и уменьшаем количество сортов в пользу стойких сортов к нашим условиям и в пользу количественного состава одного сорта. То есть посадки делаем, все-таки стараемся групповыми. Ну вы знаете, мне кажется, совершенно потрясающее число. 700 или 1000 сортов на 12 сотках. Сложно себе вообразить. Достаточно много. И конечно розами должен заниматься только тот человек, которого не раздражают белые укрытия роз, которые у нас полгода. Ну у вас здесь, смотрите, настоящая такая лаборатория, потому что вы занимаетесь и только... И прививкой. Да, я занимаюсь прививкой роз. Это мне оказалось очень интересным. Стала заниматься я только после нашей черной зимы 15-16 годов, когда практически все розы вымерзали и оставались только самые-самые стойкие. И вот эти сорта, которые оказались очень стойкими и неприхотливыми, я, конечно, старалась размножить. Ну а потом пришло увлечение, просто какие-то новые изыски, новые сорта, необычные розы. А скажите, а вот период прививок роз? Ну я начала в этом году с января, в прошлом году с февраля начинала. И с января я испугалась просто, что стояла теплая у нас зима, как все знают. И я испугалась за качество черенков, что они стали просыпаться и будут непригодны для прививок. Но оказались сомнения все эти ненужными. Нужно было все-таки начать с февраля, потому что розы перерастают. Вот они уже сейчас теплится здесь во все, начинают бутониться и цвести. И, конечно, ну как бы рано. С февраля можно вполне начинать. Кто любит зимнюю прививку. Я понял, что мастер-класс по прививкам делать уже поздно. Но вообще можно к вам обратиться, чтобы вы могли научиться? Пожалуйста, на следующую зиму, пожалуйста, я буду проводить мастер-классы. У меня в этом году несколько мастер-классов все-таки состоялось, несмотря на вот проблему с коронавирусом. Люди все равно самые настойчивые приехали и получились прививки. И я думаю, что это будет успешно у них, продолжение их деятельности в этом роде. Ну, потому что, да, тут есть много различных нюансов. И начиная с выбора подвоя, с вида прививки. Ну, я в этом году прививала на конину. В прошлом году еще немножко у меня был крымский подвой, бесшитный Донецкий, так называемый. Но в этом году вот не получилось получить его, поэтому камина. Ну, какие-то еще там у вас наверняка секреты имеются. Да, конечно. Хорошо. Не будем рассказывать. Хорошо, хорошо, дождемся тогда ваших мастер-классов. Хорошо. Ну, и давайте тогда перейдем к нашим укрытиям, посмотрим, что у вас там, как передимовало, как выглядит. Рая, ну вот расскажите, как вы укрываете свои розы? Все это делают немножко по-разному, но у вас очень большой опыт. Я так думаю, что именно он может стать универсальным для всех садоводов. Поэтому поделитесь, как вы делаете свои укрытия. Я пробую разные способы укрытия роз. В том числе основной лутросилом под угом. И на данном розаре у нас укрытые розы под угом тремя слоями, по-моему, лутросила. Стандартного, плотного, нетонкого, который выдерживает все наши непогоды. Есть укрытия, которые использованы просто подручные материалы, без применения дуг. Такое тоже возможно, ничего страшного в этом нет. Ну, то есть окучиванием вы не занимаетесь? Ни в коем случае. Самое главное создать воздушную прослойку около роз. И она должна быть обязательно даже под толстым слоем снега. В этом году нам повезло, снега не было. Но прошлая зима была очень снежная. И все мои укрытия выдержали этот толстый слой снега. И воздушная прослойка сохранилась, и роз хорошо перезимовали. То есть никакого внутри ни компоста, ни навоза, ни прелых листьев, ни пленки. Вот этого ничего там нету? Ничего. Я не пользуюсь пленкой, потому что... Можно пользоваться пленкой, но я не пользуюсь, потому что это надо рано весной бежать, выдергивать эту пленку, чтобы розы дышали, чтобы не сопрели. Ну, а с нашими оттепелями, с нашей неустойчивой зимой, это просто нереально. При плюсовых температурах роза должна дышать. Ну, давайте тогда... Ну, сейчас давайте попробуем открыть. Да, посмотрим. Вот смотрите, в данном укрытии использованы стеклопластиковые дуги и подручные материалы, которые помогают выдержать напор снега, ну, которого не было, к сожалению. Поэтому розы хорошо перезимовали, уже выходят сейчас листочками. Ну, открыть раньше их было нельзя. Качество сохранности, конечно, разное. Вот эта чайно-гибридная роза, естественно, что она имеет и морзобоины, и вот немножко черные пятна. Но мы это все срежем, приведем розу в нужный вид, поэтому это не страшно. Самое главное, кусты живые, бодрые и достаточно веселые, правда? Я смотрю, даже несмотря на укрытие, они зелененькие, то есть там все-таки под этим лутрасилом происходит и фотосинтез, все сухое, нет никакой плесени. Ну, лутрасил, конечно, вот раньше, ну, как бы люди не акцентировались, какого цвета надо лутрасилу. Лучше всего белый, потому что он пропускает цвет, и роза, вот листья зеленые, то есть они уже работают. Да, все проветривается. Потому что начнем резать. Раиса, я так понимаю, что мы будем одновременно делать и санитарную обрезку, и формирующую, и омолаживающую? Омолаживающую? Нет, просто формирующая обрезка в соответствии с группой, к которой принадлежит роза. Вот на данном плане у нас получается роза чайно-гибридная, Фредерик Местраль, она очень красивая, холодной розовой гаммы, очень ароматная. И она нуждается, на мой взгляд, в низкой обрезке. Мы сохраняем минимальное количество почек, нам самое главное добиться роста базальных побегов. Вот красные почечки, это как раз с этой стороны, с этой и вот там, это как раз идут те побеги, эти почки, мы должны их сохранить, и они нам дадут красивое полноценное цветение. Рая, ну вот скажите, вот здесь есть такое повреждение на стебле, но мы этот побег все равно оставили. Мы оставили, потому что это повреждение не страшное, уже восковая такая поверхность на нем появилась, зарубцевалась, и на нем зато очень много хороших почек, которые нам нужны для пышного цветения. Куст мне здесь в данном месте высокий не нужен, поэтому я его режу достаточно низко, так как это первый план. Конечно, роза душистая, и она заполнит вот это вот все пространство, получится замечательно. А для секатора я еще хочу сказать, что если вы видите, что ваша какая-то роза страдает вирусным заболеванием, то есть появляются желтые, ну признаки вирусного, все могут посмотреть, и вы определились, или по интернету, вот тогда, конечно, нужно обязательно секатор дезинфицировать. Можно хлоргексидином, можно крепким раствором органцовки. Некоторые протирают зеленкой, тоже работает. Но самое главное, чтобы не перенести это заболевание на другие розы. Следующая розочка у нас роза флорибунда, поэтому мы ее порежем более, так скажем, бережно. Нам нужна красивая форма куста. Роза тоже очень красивая, холодная розовая гамма. Это бременштат музыкантен. Она нам очень нравится, у нее цветки как камелия. И в дополнение с сиреневыми, более сиреневыми гаммами, Федерико Местралем, роза, конечно, очень выигрышна. Тем более на фоне туи. Лутросил мы сейчас не убираем, укрытие тоже мы не снимаем, потому что ночи еще у нас оказались очень холодными. Вот две ночи подряд у нас заморозки до минус трех, минус пяти. И мне жалко вот эти нежные побеги. И поэтому мы укрытие оставим и покроем одним сноем лутросила после полива, обрезки и приведения более-менее в приличный вид нашего розария. Значит, по побегу я срез делаю над почкой где-то на 5 мм. И стараюсь, чтобы почка смотрела наружу куста. Вот так. Даже можем сделать так. Развилочки я убираю, потому что у них получается плохая проводимость всех розовых соков к почкам. И в принципе нам это не нужно. Но вот данные веточки я оставлю тоже. Вот сюда режем. То есть над почкой мы оставляем примерно 5-10 мм? Ну, можно и 10 мм оставить, не страшно. Самое главное, чтобы убрать вот такие мертвые побеги, которые будут мешать. И вот этот тоже. И чтобы у нас куст не был загущен. А почему именно такая высота 5-10 мм? Ну, потому что здесь происходит усыхание ткани, омертвление ее. И получается коричневая такая пипочка в итоге. Пенечек. Пенечек, да. А если резать чуть ниже, то я думаю, можно повредить почку, да? Ну, конечно. Вот я могу показать начинающийся инфекционный ожог. Вот он вокруг опоясывает почку. И поэтому мы, конечно, это все оставлять не будем. В общем, я просто сейчас срезаю. А здесь у этого побега на внешнюю почку, которую вот туда внутрь идет. Продолжение следует...